вот это от реакции номер три вот так смотрите это вы каждый раз считаете это все понятно сегодня 27 октября вот вот это содержание по двое для прививок как стать волшебником вы мне спрашивали по двое заброшенных садов и по двое из лучшего сада по двое из леса по двое семечковые или корневые отводки это вопрос принципиально вот семечковые сады корневых отводков и есть и нет смотря какие они естественные из леса или сада или искусственные это дурь которая поразила всю Россию так вот я и пишу пункт 6 избавьте нас от палок с пророщенными корнями вот ну ладно там это вынужден сказать Путина кормят яблоками яблоки крупные отборные денег взяли но нам все-таки вырастили на яблоках ни одной червоточины понятно пять-десять оприскивание понятно мужик здоровый такого просто так не отравить это надо несколько лет есть эти яблоки чтобы это срок жизни чтобы здоровье не выдержало вот все-таки спортсмен ну кормили почему не спросил где ваши абрикосы осень почему на столе не было персиков с этого совхоза абрикосов не было сыр не было вишни ну вишни ладно отошли вот груш не было в чем дело вот тогда бы узнал вот ну ко мне он не поедет я бы его накормил так биологическая совместимость самый дешевый эффективный способ только сейчас я вам сказал грядка я не закончил грядка с дикими ой опять дикими с подвойными назовем их полу культурные хотя полу культурные широкое понятие не грядка а ряд там допустим видели как посадка я много показал фотографии с разных стран с разных мест кто как смог мою тему воплощать мои идеи вот рядом такой же гряда гряда да густо де посажены культурные проходит хотя начало с конца но тогда проходит первый год осенью они уже ну дай бог метр лучше полтора то есть осень прекрасная культурные саженцы их ждет или процветание у них много ген от моих еще раз говорю сад смешаны деревья большинство привитые гены от прививок от низу вверх уже попали закрепились по железу это генная революция это генные изменения вот по науке это все туфта то есть например если где-то замерзает при минус тридцати допустим абрикос королевский в это самое во франции значит у меня он тоже должен при минус тридцати погибнуть если груша лесная красавица из бельгии там при тридцати должна замерзнуть если не дай бог бельгии будет минус тридцать знаете там даже речки не замерзают допустим минус тридцать то она у меня должна замерзнуть если семечко посажу черта два сорок выдержит но доказать не могу и вот получается так в второй грядке растут культурные роскошные абрикосы роскошные сладчайшие груши именно в виде семян так вот кроме яблоки про яблоки отдельно скажу культурные и и пришла осень вот они сбросили листву наступил ноябрь и в этот момент срезается почти весь прирост оставляется несколько почек внизу ну учитывая парочку спящих мы должны взять и оставить пять шесть максимум семь ну то есть вот длина 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 вот ручка рядом да не больше а остальное отрезается и в погреб до весны вот это вот это то чего с беспокойством спрашивал меня женщина ну в смысле садовод вот что из нее вырастет не знаю что вырастет но допустим вы взяли у меня абрикос самый вот королевский до 80 грамм да вот этих самых академика в этом году было так мало что у меня там только до избранных немножко но допустим королевский на данный момент он у меня самый крупный 80 грамм а если он довести до плодоношения и он не замерзнет а я говорю что на большей части россии уже не замерзнет он может замерзнуть новосибирске но в ростове никогда или допустим это самое даже в ярославле не замерзнуть даже в обологии не замерзнуть в ленинграде если замерзнет то погибнет то если вымокнет а так нет и вот а допустим дошел до плодоношения вот это же королевский а у него плоды получились 50 а вы ничего не знаете что плоды как бы поплоше но 50 грамм я вам скажу это круто перенесли на манчжурца вы что и получите уже устойчивый манчжурца то есть вернее так устойчивая подвоек уже не совмещены с привойами и в результате получили дерево усыпанное 50 граммов плодами вы что посчитаете что я вас обманул когда вы посадили королевского довольно на вершине успеха потому что вы поищите сотни не сотни этих сотни гсу по всей россии государства ну-ка найдите вот это короткий ответ но и так самое лучшее я уже говорил даже из подвоев а подвоенные это сыновья манчжурской абрикосы самым раздойки так какие-то оставить это плодоношение какие-то привьете уже два варианта первый вариант это полу культурная т т т это касается не только абрикос абрикос это яркий пример это касается любого все что хотите вот привитые это понятно уже прекрасные плоды все и наконец а остались эти культурные непривитые которые вы отрезали большую часть прироста ну и пусть себе растут вот три варианта вот это и есть я хотел сказать еще раз говорю это касается слив вишен всех чего угодно челесных персиков дальше пойдем единственное челесные персики не имеют собственных подвоев наберемся до них теперь идем дальше по фотографиям вот это вот то самое гористое место здесь вот тут вот даже вот в этом месте где вот так обвел этим курсором сотни садов ну умудрился фотограф мой друг вот так смотреть что ни одного не видно на самом деле сотни и тут же и мы вот вот с этого начиналось а дальше что скажете а мне в чем степи а вот эти вот сады выползли в степь и растут прекрасно защита ветра дикие от ветра только дом так и забор хорошо высокие это называют тепловые ловушки вот все можно растить выпалзла в степь везде залезла высоко в горы вот курдюма по этим серпатином возил так теперь это же ответ на один из вопросов так вот значит как если вот это вот видите вот это дерево это сын манджурса он мне называют скороплодный листьев нет а вот это абрикос это дар небес из европы почему не сбросил лист приучим не годится уже зима у меня уже это сегодня фильм снимал было минус два так это еще начало сейчас уже обещают и пять и десять уже уже это на этой неделе которая это начинается следующая и вот получается как деревья это отдельный разговор длинный разговор надо их успеть приучить чтоб они раньше времени сбрасывали листу вот дальний восток видите сбросил листу а европа не сбросила листу а теперь у кого шансов погибнуть в 8 раза больше правильно этот лучше подготовился будем это проходить вот теперь хотя про яблони в уме держу в основном про них будем говорить смотрите сюда у подвоев неважно что просто яркий снимок нашел это вишня сибирская штамба привит на нее черешня давно уже мертва вот тут же у меня теперь глаза режут хотя это я делал когда-то много-много-много лет назад привать как можно ниже раз особенно разновидовая так привать у земли так и таким образом еще пару секретов при прививках изучим и вот этого больше не будет а это потерянное время года жду вот черешня будет ага сейчас вот речь идет о том чтобы привое не обгоняли подвое для этого нужно иметь такие сорта чтобы растало могучее дерево как моя уссурийская груша могучее дерево манджурский абрикос могучее дерево ну сейчас все покажу кое-что пока общая тема геопатогенные зоны от них надо о них надо знать избавиться от них невозможно тоже их надо обходить как минное поле вот говорил говорил в фильмах есть но сейчас я сжат временем а то прям такого бы наговорил но пока одно скажу учитесь владеть рамками каждые десятые а если еще специальные упражнения смотрите мои фильмы вот вращательные поднять хоть на время биополе рамки работают как часы в руках вот переставьте мебель особенно кровати рабочие места детские уберите своих гиблых местах это вот вот еще одно гиблое место если здесь не может расти дерево саде не саде бесполезно поставь кровать вот сразу этот заказывай место на кладбище так значит один из вопросов которые задавали почему не сходят вот это вот все это моя груша вот место прекраснейшее где посажено почему видели фильмы 5 метров на ваших глазах набрали девочки мои феи а вот это вот что осталось после них так и ни одно не взойдет дело очень для этого мы с вами нужны дело в том что это место отравлено вот и больше здесь ничего никогда сходить не будет они получают приказ их и это самое и птицы разносит по совсем другим местам вот вот таким образом специально снимок сделал вот эту фотографию показывал еще раз вот здесь обычный заросший участок за забором поэтому не дотянулся до этих семян прошло время начал наблюдать заметьте обычная осень обычная до меру дождливая значит как развивались события почему трудно достичь девяносто процентное это как у моего сына сергея или у меня раньше девяносто процентной схожести до создаем специальные условия что происходит на деле уж казалось бы несколько сантиметров отделяет эти косточки вот видите вот пилась вот это будет расти вот эта косточка вот она лопнула у нее а ты может быть даже с выстрелом отскочила это самая верхняя половина скорлупы потому что она она ее взорвала вот это вот уже целый росток смотрите внимательно видите это ранние овощи то есть фрукты то есть растения это абрикосы да за ним догонку вот вот этот наверняка съедят мыши если успеют вот этот смотрите внимательно сгнил при прочих равных условиях у них разные еще раз говорю разные программы для меня что эта фотография говорит это касается разговор всех видов яблоки для меня она говорит о том что у них разная программа это было рассчитано вот это на сухую осень а в сырую сгнила зато это хоть бахны видели растет как ничего не было а вот еще это зеленый гниет вот это гниет вот это гниет это плесень или как она там вот сейчас еще покажу вот это вот наверняка сгниет видите а она это еще гниет хотя сверху лежит сверху я никто не закапал а закопать она взойдет никогда еще быстрее сгниет а это самое когда человек который называется как-то абрикосоводом москве в подмосковье в своей книге пишет закопать на 5-7 сантиметров 5-6 сантиметров это глупость предательство но вот это естественная сертификация называется закопаешь глубоко сгниет все вот такие ростки вот под землей окажешь вот эта часть видите это вот он патриарх видите вот он а вот это его наследники сами взошли я уже показывал это переходим к яблоням вот это типичное соотношение это мой сад это трехлетка вот она дает второй год дает урожай вот столько на них листья вот столько на них этих веток кстати штаб его никто не делал такой сам получился вот вот это соотношение царь царей это сибирка настоящая любое культурное дерево в росте уже уступает или полу культурно то есть там где сибирка является частью гибрида и вот значит это действительно застилок сейчас она еще полтора раза больше вот это есть почему она нас интересует смотрите дальше сибирка видели меньше ногтей то есть вот она вот кто-то мне скажет что это самое тут вопрос философский мы никогда не узнаем мне говорят что мы произошли от обезьян игры нет от нас произошли обезьяны все эти гиббоны гориллы от нас одичали мы вот и результат шерстью покрылись так и тут мне говорят самый умный человек из садоводов так сказать как для меня кульдемов говорит шло одичание отсюда туда я не стал спорить видите стрелку показан а вот по железово отсюда сюда почему потому что это только один из родителей а вот это уже гибрид двух родителей вот это двух а вот здесь видите кто у него папа да тут догадаться легко или пипин шопранный или пипинчик красноярский вот те которые у нас более-менее распространены видите как это на кого привать мы же с вами практики нет кому интересна эта эволюция одному из сотен из вас а остальные 99 а сами должны знать вот на эту привать ничего не прав приживается но процент не тот слава мичурину вот это вот я знаю конкретного человека не буду называть фамилию я интересовался ездил в этот самый научный центр я разговаривал меня принимали на чем приваете на ранетки на какие на пуркуровые а у вас их нет а нам это целый мешок присылает ну то есть у них свой обмен между культурными научными центрами вот а я говорю для вас чем мельче плоды тем выше морозотоки в принципе можно допустить что вот это менее морозотоки чем этот не любая планетка имеет составе сибирку вопрос 50 процентов сибирки 75 25 поняли итак выбираем вот это вот второй третий четвертый вот это у них высочайшая совместимость с культурными культурные гены уже тут есть вот это боимся низкой биологической совместимости это боимся что не хватит пары морозостойкость особенно сибирянам и прощай ваше твое дерево вот это вот я вам предлагаю так замечать а это мне прислали просто жалко мне так обидно я не подписал эту фотографию вот догадываюсь кто но боюсь обидеться тот другой если я ошибусь назвал фамилию вот это мои последователи тоже начали шевелиться а у меня спрашивает помните вопрос с тобой а можно ли с местного нашего леса они же типа адаптирован вот там был вопрос да не можно нет нужно вот чем дело нужно конечно так специфический пипенчик исчезающие это самое сорт исчезающий соседи срубили перед прездом курдюма мне так стыдно было виноват я насадил им крупноплодные это фотографии прислали вот птички на рапптичка работали видите вот типичная полукультурка вряд ли она съедобная одно с нее плоды если взять семечки цены нет вот когда начали меня слушать начали меня читать вот и людей появился интерес к этому вот они по двое ваши не надо как ко мне обращаться яблони исключение с правил я не рассылаю ни одного семечка яблони только на подводе то что видели выше даже в таких яблони если семечко посадить я не знаю что вырастет не проверил по мичурину раз у меня привиты на сибирке но у него шире под эти было на дикие яблони значит семян вырастут деревянные плоды давайте дикие это по мичурину не проверял не знаю вот бывают случаи когда и в лесу находят культурные и и даже раз сладчайшую грушу бельгийский фермер нашел в лесу и назвал лесная красавица сладчайшая в лесу то есть но это высшие селекционеры вот и чтобы мне потом недобным словом вспоминали ласково я просто даже вот таких яблок я не беру семена так это яблони еще раз говорю пусть это другая тема будем проходить антология будет или как энциклопедии дебильных приемов подчеркиваю которые официально признаны нормальными на самом деле дебильные заключается том что здесь должна была быть посажена это яблони в ямку а теперь то чего не знает та самая наука не знает тысячи авторов десятки тысяч а я знаю потому что я все время в саду и так в ямку когда посажена так приходит пора рано или поздно я залет водой а это не касалось южа юга россии потому что там почва никогда не промерзает до такой степени что вот эта вода стоит недели три а теперь представьте себе что недели три днем плюс ночью минус днем плюс ночью минус днем плюс ночью минус и что а то что схватывается льдом это тот самый лед который меня я же забывчивый по натуре десяток бочек потерял разрывает как будто туда внутри гранату бросили вот это страшная сила льда а здесь тоненькая нежная живая корочка и вот это вот основание штампа оказывается в колодце своеобразным в емкости фактически искусственная земля промерзшие две-три недели стоит вот эта вода это днем снято она еще опять разрывает все даже яблоня самая крепкая из всех культурных растений на выпривание вот поэтому у нас еще хотя бы где-то есть путина вот угощали а ничего другого нет вот это запомните это важнейшее замечание это важнейшее утверждение наблюдение важнейшее ради него одного дня уже сейчас должны были это самая государственная награда представить я получил орден трудовой славы за металлургию мозгов хватало на такое что экономия ушла быстренько миллионами рублей вот это миллиарды рублей вот только это одно откройте все учебники опять это мало того что яма нарисует еще и бордер его нарисует чтобы уже с гарантией не просто это хотя бы дополнение дожила нет чтобы и никто не понимает вот это вот яблоня в лесу это сибирка настоящая но это корневые отводки ни одного ракова при том что культурное погибает вы поняли что такое подвой настоящий вы поняли что я говорю про шпингалет в смысле про эти самые про одещавшие ранетки и лусь эти я уже фильмы мои смотрите не трогайте храк вот они основа для этого для прививок вот это они с сергеем железовым выкопаны так вот казалось бы эти корневые отводки ужасом всем состоянии да проходит год вот так вот это вот свирка ветеранетка проходит а сама это двухлетка это двухлетка вот сравнили так вот самое главное то есть и я знаю что пропагандирую а еще здесь видите что прекрасно видно получена капулировка и вот тут небольшая ранка а вот здесь огромная рана на прививкой почка и вы знаете что все ваши труды на смарку когда вы эти яблони начнете привать почкой потому что когда отрезается толстый подвой ради это самое оживленного побега тонкого получается страшным сираном это будет проходить ну кто-то уже не увидит это может быть командировка там это но хочу чтобы сразу вот единственный способ прививки все и второе как бы меня дебилом не называли но только дебил не знает что это самое севера дерево подвергается одним опасностям например ледяному холоду морозу ветру а с юга это наоборот сильно жарко а вот эта точка она должна быть в школе дети на уроке биологии должны им говорить а вы не просто мы с вами проходили это школе помните севера на дереве мог заблудился посмотрел я проверял я проверял я не верю этим спроса знанием который когда убивает башку я должен все знать сам я проверял действительно севера мог потом дебил учат его еще это самое сдирать мозгов совсем нет а учить надо вот сдирать его хотя это шуба раз второе но уже когда вы детям объяснили того учителя может быть пойдет по школам это хотя бы там пятый класс или восьмой вот заблудились вот севера там мох вы найдете а когда родителям скажите они никогда этого не знали и без вас теперь не узнают вот что пересаживайте надо обязательно сделать это пятнышко это должно быть на уроках биологии также как вообще все о чем я говорю так кто не отключил смотрите сюда вот это те самые самые дебильные саженцы какие есть их писали сергеев из этого из целое у меня много фотографий много я просто выбрал где эти корни вот эти корни это палка вкнутая в землю через пару лет в нее оживляется это сам еще через пару лет отрезается и получается вот такая вещь карлик вот до сих пор они те которые не умерли парочка осталось и до сих пор по пояс годы идут вот это оно и так и должно быть с крыма сибирь это там мы-то их покупали чтобы вот эти ветки отрезать перепривить а вообще какая разница платишь присылает но эта штука заразила все северные вот эти вот корни искусственные вот эти корни естественные вот это корневые отводки это не корневые отводки это палка вкнутая в землю вот дальше единственный такой я купил знаете почему когда красивое название а вдруг хоть раз я не дурак я был дураком я покупал вместо черешни оказывалось кислющая вишня да еще не плодоносила никогда до топора вот но я теперь ученый а вдруг это просто я в лотерейный билет покупаем я же зонтик выиграл в советское время один раз выиграл взял за него деньги еще раз купил билеты на трасс нуль вот дурак брак а вот здесь значит купил без корней почти ради того чтобы дожить до первого яблочка и понять обманули или нет у меня самые крупные яблоки стыдно сказать 500 грамм у моего друга и то было 650 бородича нашего этого уникального садовода а мне 800 висит пожалуйста ну выкину 500 рублей посмотрим и я сколько не самая что меня обманули вопрос на сколько обманули а она взяла упала почему а вот те самые корни долбаные или как еще назвать то неудобно материться а вот я взял белков видите вот веревку подвязал уж как мог подвязал вот и все это самая беда растут растут плодоносит начинает на юге пропаду это даже без ветра падает аураганный ветер все посмотрите что натворила это давно лежит а вы что думаете там я упомянул сочи письмо из сочи будут ли расти а черт его знает это самое тоже субтропики будут ли сибирские варианты для невосточных абрикосов честно не знаю а ваша своих нет что я тут знал знал что там в каждом саду виноград там персики там это все 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 но уж по яблоки груши то что вы у нас это сама все привозят с турции это самую как это может быть как сочи привозят фрукты вот это вот к теме колновидных яблонь колновидные яблонь не должны быть на конечной россии палка вот в землю воткнутая почему она тоже на искусственных корнях и к ней привита выросла палка метр-полтора на ней яблок столько что не видно листвы тема сегодня не колновидки я взял так у меня колновидки которые с рынка две штуки я покупал чтобы с них срезать веточки вот им до сих пор они мне по колено прошло лет пять ну это ладно сибирь что хотите сибирь вот я просто взял вот это для примера да для чего нужен этот снимок во первых чтобы показать забудьте эту дурь которая должна пойти мою энциклопедию дебильных советов все ветки растущие вниз отрезать вот после съема урожая они так и остаются поникшие вот а второе я сходил вокруг ее знаете что делал я считал если вот это вот ветка то есть копия колновидки если ее выпрямить да по объему по урожаю сколько же колновидок она заменит ну я прикинул 40-50 если так обойти то есть здесь урожай многие восхищаются этой палкой вот туда в землю а на ней висит два-три десятка яблок ну густо и кажется ой как много а и два-три десятка вот а для меня нормальный урожай 20-30 бывает ну правда рекордно и 40 и больше вот но я специально взял вот эту я прикинул она заменяет стандартных если бы еще и плодоносий допустим 40 50 ну пусть 40 вы представьте себе сад в котором растет 40 деревьев а у меня одно понятно да это к вопросу как что надо это я специально сделал фотографии когда не было яблок я что должен был делать штамп и вот это все уничтожить пол дерева нижней вот у меня яблони а вот ранний железо комментировать обзываться неудобно назовусь идиотом прилипнет еще фото хоть тут не разберешь дату наоборот чему я радовался ранний урожай это я сейчас знаю первый признак наличия гепатогенной зоны быстрее дать урожай и умереть так и вышло тогда я не понимал в этом ничего вот он ранний железо вот это ранний вот это ранний вот я себя никогда не щадил после того когда уничтожили мой сад с полутора тысяч деревьев это остатки сада это степь а там речка то есть это остров вот ну когда остров когда полуострова когда протока сухая и дикий ветер все время я вам говорю вот это вот это после пожара до пожара было вот смотрите видели да вот скупщики в очередь стояли правда всего один год такой был а нас потом сожгли это остатки заплодоносили почему я вам показываю да на эти же сибирки привито и вот уже и яблони были подожжены еще три года до второго пожара потом второй раз приехали подожгли потому что мы пытались возродить это дело но главное то вы понимаете что настолько сибирка вот эти вот самые вот которые я поневоле рекламирую вот здесь сибирка на нее была привита жигулевская на жигулевской привито 9 сортов все заплодоносили на следующий год дерево погибло вот не хвастаюсь предупреждаю что это не увлекайтесь деревьями садами ранетка это культурная ранетка это из тех времен когда питомники этого соседа когда питомники ими торговали все это задичало больше ранеток нам не светит почему ранетки надо еще находить вот как я краснодарский пипенчик это ранетка вот вы видели сколько плодов которые соседи не мешало никому это вот надо еще находить а такие есть и на сибирке привать иначе не видать нам больше ранетских садов мечи этот самый мечурин курдюмов ну это так сказать оговорка по плену курдюмов очень их уважает и говорит что на них это опираться надо умница слов нет вот это вот собрал для вас вот она вы даже сами можете уже догадаться одичавшая ранетка вот так выглядит а вот это я собрал небольшую коллекцию для вас смотрите вот одичавшая ранетка вот одичавшая ранетка а вот сибирка гибридная почему потому что вот эти яблоки для специалиста режут глаз поняли вот эти продолговатые у них папа который дал так называемую сперму вот пыльцу вот рядом рос получилась вот такая штука я надеюсь что у него морозостойкость это стоит помните мелкую мелкую сибирку не намного хуже сибиркой заполнены все наши леса а вот оккультурная сибирка еще одна ну с другим деревом уже то есть другим сортом вот пожалуйста это то что я предлагаю реально вот чтобы избежать того что случилось сибири рак условное название рак о нем будем отдельно говорить распространяется вот не знаем где очаг уже краснодарский край хакасия охвачена им полностью пошли письма из казахстана дальше на запад не знаю дошла ли до урала перевалил или урал очень мало информации очень мало некоторые присылают да эти фотографии уже европейцы но немного один-два там выводы делать рано теперь вот это вот колновидная яблона так видите вот на следующий год она должна рекордный урожай дала на следующий год после этого года вот это так это 2 2 2 то есть колновидная яблона вот они классика есть но привитая на сибирку единственный шанс для сибири дальнего встока врала из севера россии забудьте эти палки иначе он был бы вот такой вот ой дальше говорить в ролях продают настоящие но толку от них не будет никогда первая причина корни не годятся вторая причина не морозостойкость это ну сейчас кое-что увидите вот это моя привитая на сибирку колновидка но я две переносил с одно место другое рядом растет не догадался фотографии сделать наполовину обрезанное все а эту а это ж колновидка она же так обрежешь начинает расти боковые ветки а это классика я специально оставил на зло себе на зло всем покажу что нельзя не обрезаны прошла 40 градусная зима что мы видим вот тут отсохла скальтину и что отрезал так вот запоминайте друзья всегда когда пересаживается даже яблони как самое надежно когда она пересаживается всегда не только что-то там может отмерзнуть внутри начинается из сердцевины гниение всегда ста процентов случаев тысячи процентов вот есть объем корней есть как сколько-то какой-то объем влаги может передать крону я по интуиции тут отрезать или тут или даже тут понимаете я когда вижу эти я двухлетки не обязательно яблони там груши не важно двухметрового роста так с жалкими остатками корней причем корешков общения только торчат эти как самый получается одни пенечки торчат я говорю хотите спасти покупателя и показываю вот так размер пальца до моего сколько вот у меня короткие пальцы вот столько оставляйте внизу надеюсь что там две-три почки проснуться отрезайте все два метра хоть бы один послушал может вы послушаете тот рядом колонавист который заранее вот так отрезал а это для для примера вот он пример а у сергея мы специально сотню посадили абрикосов не обрезаем он я показывал еще покажу вот сухими ракушками стоят это мужские абрикосы которые грубить невозможно но это мы будем проходить вот такие вот есть еще есть это молодость моей ранетки молодость вот так вот сейчас тоской вспоминаю исполнить 33 года сергей его вырубает место надо вот она за 33 года измельчала потеряла товарный вид вкусовые качества а это пример старый пример в общем-то позднее зимние яблоки увидите в частности это северный сенап так до морозов и висят но зато лежат все еще урожая вот а почему я их не снимаю потому что я боюсь по колесе плодушки снял вот ну что то сказать это декоративная одещавшая ранетка они вот я нашел москве такую почти в центре возле крутого магазина по продаже саженцев там прочих изделий для вплоть до лопат и тяпок вот даже это вы меня спрашиваете годятся еще как годятся а с этой москвы не годятся там сильно тепло у них нет парастойкости надо искать за городом подальше настоящие подвои вот еще один этот самый я называю бордовая измельчавшая ранетка вот так такое подозрение что это бывшая пурпуровая ранетка подозрение а вот настоящая сибирка вот она так вот смотрите закончилась у меня и как кстати я уложился получается так нормальная подвои вот они перед вами это это нет это нет это все медиками вот это вот это нормально подвои и то есть еще раз говорю не в городах вот сильно тепло в городах и прививка на них культурных почему я не нашел за свои годы я их тысячи видел в лесу в акреции я водил курдюмова и говорил смотрите чем ближе к культурному саду тем сибирьки крупнее нахватались гены вот этих при перепылении даже не потомство при перепылении пусть это антинаука но мы нормальные люди с курдюмова подъезжаем ближе к садам там поселки где у нас самая центр садоводства майна черебрышки чем ближе подъезжаем тем культурнее это сибирка где никто не садил это все птицы это все заражено так что они растут целыми и рощами представляете повторяю чем ближе к культурным садам вот это нам и надо ни разу ни одной то что там рак дерево там мертвое вот такое вот нет ни одной веточки сухой представляете это основа будущего садоводства и вот тем более никто не собирается останавливать этот рак рак еще раз название условно по признакам рак это коричневая коричневеет мертвеет чернеет есть даже сажи пупырские через которые эти самые грибы споры выскакивают от них распространяется все очень похоже но быстротечность невероятна я вот это самое даже видите в общем можно считать что что-то случилось или на генном уровне или это ой ужас слова-то боюсь такие страшные произносить меня за слово рак ругает люди вздрагивают при этом слове но это не я придумал черный рак это официальное название болезни но те болезни деревья захватывали 20-го года 15-25 причем с раком деревья жили я такие видел и на яблонях на грушах но не умирали понимаете а здесь куда вирусное заболевание вроде как у людей гриб но смертельный откуда конечно саженцами с юга потому что с юга это не значит что это самое наши северные прошедшие 40 градусов и больше морозы ветра все наши яблони культурные у нас уже давно об этих пипинов северных сенапов на жигулевские роскошные увидимые фильмы какие они роскошные у нас уже порты прекрасно себя чувствуют вот даже такие роскошные до 500 грамм весом и все это оказалось бессильно целые сады у меня вы видели я увожу по своему саду слава богу жива но у меня сад сожгли если бы мой сад был бы на острове полторы тысячи яблони жив не сожгли бы я сейчас не уверен что он был бы в это самое не убил не не был бы убит раком единственное что он был автономный на километры вокруг ни одного дерева да ты все принесли бы споры на ногах на мокрые в общем поняли да вот не увлекайтесь этими палками вот тут смотрите на эти буа а